Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 31 августа 2015 года, выпуск номер 49. Время 20 минут 10 по челябинскому времени. Всем привет. Мы прям сегодня вас будем удивлять новыми, сочными, лучшими темами, такими как... Такими как Bootstrap. Лучший фреймворк или худший. Да, и вышла версия номер 4, её обсудим. Safari — это не новый ИЕ. Продолжаем расследование этой браузерной дилеммы. Почему Аршавин получает больше, чем веб-дизайнеры? И Инстаграм разрешил постить не только квадратные фотографии. Погнали. Так. А, да. У нас же есть ещё тема под кодовым номером 0. Давай жги. UwebDesign и хостинг-провидер SmartTape.ru объявляются в местную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары-услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Какой-нибудь фреймворк сейчас будем рассматривать. Да, фронт-эндовый. Представляешь, вот мы, вот это знаешь, как говорят про баяна, мы пишем, вот мы и рассказываем про баяна. Он, считай, вышел это 19 августа, получается, альфа-версия. Ну да, да. И вот, как бы, на тебе. Смотри, здесь у них есть некая, это, accessibility. У них и виджет-твит, и просто сука-твит. Это такое accessibility, знаешь. Причем, мне кажется, что если я сейчас перезагружу, то нет, похоже, вот. Нет, это просто не подгрузилось, да. Возможно, они на бутстрапе сверстали, поэтому так хреново подгрузилось. Короче, не будем сильно, как бы, вступления вам какое-то говорить. Сразу расскажем про фичи. Во-первых, это только альфа-версия, как я понимаю. Но заключается в том, что, скорее всего, они просто все баги смотрят, отплавливают. Ну, как обычно, многие гонят на игропром нынешний, если про видеоигры говорить, что вот с этими ранними доступами в стиме и так далее, с бетами, люди фактически за собственные же деньги еще и бета-тестерами бесплатными являются. Точнее, платными, но в обратную сторону. Ну да. То есть это, в принципе, рай для игродела в прошлых лет, когда им приходилось целый отдел бета-тестинга нанимать. Сейчас за это еще и деньги дают. Ну вот. Вот тут примерно то же самое. Тут то же самое, да. То есть энтузиасты все по-любому скачали Bootstrap 4, попробовали там что как на разных браузерах, в разном всем, посмотрели, поверстали. Я вот, кстати, быстро, пока мы к фичам не перешли, мне кажется, или наоборот, лучше давай скажем про фичи, а потом я скажу, почему так. Да? Почему вот все так? Ну давай. Во-первых, переезд слез на САС. Во-первых, уже было на САСе все это дело, да? Был официальный форк, но он не был прям как бы номером один. Да, а сейчас все компилируется быстрее за счет использования ЛипСАС. Да. Далее. Мы, кстати, на канале был спецвыпуск про САС, в котором я рассуждал о том, в чем разница между ЛипСАС и САС. Причем был он чуть ли не год назад, перед САС-Конф предыдущего года. Поэтому все уже очень сильно изменилось, и ЛипСАС сейчас реальный дел. Это круто. Сейчас рулит прям. Хороший компилятор, написанный на... На чем же он написанный-то? На Си? На Си, наверное. Ну, он в основном все используют, конечно, нодовый форк, то есть нод ЛипСАС, который везде подключает все галпы, гранты и так далее, но изначально он на Си написан. Так. Сейчас самая громкая Flexbox поддержка в Bootstrap. Да. Improved Grid System написано в официальном пресс-релизе. Да. Поэтому, блин, ну, то есть уже современные технологии поперли. Ну, современные и мейнстримовые — это разные вещи. Ты думаешь, да? Ну, мне так кажется. Тут еще написано, что из-за того, что переменные, то всего можно одну переменную сменить, и у вас уже Flexbox. Да, и вы сразу... Switch a boolean variable and recompile your CSS to take advantage of Flexbox-based Grid System and components. Вау. Да, вот так вот. Мне нравится, знаешь, какая тема? Что, короче, вот модуль reboot будет, мне нравится. Что просто модуль, подключаешь reboot, и он сбрасывает все тебе настройки, чтобы кроссбраузерно все сверстать. Ну, я скажу в оправдание собственного workflow, что в компасе всегда был ресет, просто там подключаешь тоже как отдельный модуль, и там все уже в шоколаде. Бокс сайзинга там, конечно, не было, но все остальное есть. Вот. Ну, будут карточки сейчас модные. Почему-то это слово «cards», оно как-то вошло, как, я не знаю, как что. Это после UX всех размышлений, что когда пользователь видит все в виде карточек, ему проще сегментировать информацию, проще ему засирать мозги по карточкам прямо. Поэтому их, с точки зрения UI, тоже принято теперь выделять, либо там вдавлениями, либо выдавливаниями, как в материальном дизайне, это кусочки материи теперь, которые лежат сверху. Это тоже логическое отделение информации, как в газетах раньше все разделяли на полосы. То есть не только на полосы, в смысле, что на первой полосе, как на первой странице, а в том смысле, что линиями, колонками и заголовками. Если есть несколько блоков с одинаковыми заголовками, то ты их подсознательно разделяешь, как несколько однотипных блоков. Вот здесь примерно то же самое. Ну, естественно, из-за того, что раз SAS, то, естественно, с помощью переменных SAS можно управлять всем этим вообще. Да, в Foundation, кстати, это сделано уже давно. Ну да. Начинается с версии 3.0 тоже, или какая у них там... Ну, как бы это логично, то есть, ну, управлять фреймвор, и раз он уже написан на этом, то как бы... Согласен, согласен. Если уже использовать препроцессоры по полной, то да. И E8 не будет поддерживаться. То есть, если ты хочешь для супер своих старых заказчиков, которые там, я не знаю, что делают, у тебя все еще на E7 сидят. Ну, просто хотя бы дополнительно платят за поддержку E8. Да, то ни в коем случае, бустерап 4. Может быть, возможно, это только в Альфе, кстати говоря. Хотя нет, я уверен, что уже все как бы наметилось. Только баги какие-то пофиксятся, и потом добавлять что-то будут. Но вот что-то убирать, нет. Тут написано у них, if you need E8 support, keep using Bootstrap 3. Да. И, кстати, вот в этом релизе они решили продолжить поддержку третьего Bootstrap, потому что в прошлый раз, когда вышел третий, болезненно обрубили поддержку второго прям в тот же день. Всем пришлось, кто хотел остаться хоть как-то на плаву, ну, в смысле, на технологическом плаву, я не имею в виду, что сайт у вас сразу в тыкву превратился на втором Bootstrap. Наверняка сейчас даже много есть сайтов на втором. Но, тем не менее, третий будет поддерживать значительно дольше. Ну да, да потому что, во-первых, он E7 поддерживает. Да. Короче, переписали все JavaScript плагины, которые там были внутри Bootstrap, а всякие мелочи вот эти, все они переписаны на ES6. Да, теперь там супер новые классы, все удобно, promises. Ну и куча всякого маленького, причем самая главная, мне кажется, фича, это то, что они открыли official bootstrap themes. Вот этот вот сайтик маленький. Это для них главная фича, потому что они там платные темы теперь будут продавать. Да, по 100 баксов. Так причем это три главных чувака в ДТ открыли, собственно. То есть там именно от фаундеров. Ты имеешь в виду, что они с твиттером делиться не будут? Ну, кстати, вот я не знаю. Ну да, side project. Видимо, это их реально side project, они там заключили с кем-то. Вот в about, если ты зайдешь, там написано от создателей, и там не упомя... Да нет, там написано твиттер. Да, mdo, fat, dhg. Он, medium, twitter, github, то есть как бы... Нет, нет, нет. Они пишут, что мы за последние 4 года работали над bootstrap. Тогда мы работали над твиттером, github, medium. Ну да. А теперь мы продаем вам bootstrap. Да, это они. Они упоминают, да. Сорванцы, а? Причем вот mdo в твиттере заявил, что, скорее всего, пятый bootstrap будет на пост CSS. Возможно, он отдал дань моде и тем, что тому, что это бомбило в тот момент, сейчас, кстати, накал уже уменьшается. То есть, ну, можно хоть что-то приговорить. А это будет шестой, ну, вообще, ну, ни хрен за это, чем будет. Да, да. Шестой в космос уже улетит. На шестом HTML. Да, на React Native еще он будет. Короче говоря, неплохо у них бизнес попрет теперь. Ну, собственно, они заслужили, они же сами делали этот фреймворк. Не важно, что им изначально твиттерово проплачивало, инвестировало, они для него делали и в нем работали. Теперь, фактически, это их интеллектуальная собственность, потому что это же open source, и они просто дальше поддерживают проект в том русле, в котором считают нужно. Ну, да. Это пиар охрененный. Да, кстати, вот документация. Тут тоже легкий градиентик, еще более легкий, чем в третьем. И вот такая... Желтая кнопка. Ну, конверсионная. Это круто. Ну, это главный контраст. Желтый-оранжевый. Желтый-оранжевый. Желтый-фиолетовый и оранжевый-синий. Поэтому, да. САС плюс С. Ну, лес, видимо, все-таки не дропнут. Будет какой-то... Ну, конечно. Ведь кто-то все еще считает, что он лучше, чем САС. Да, аж, бедные люди. Так вот, я что хотел сказать то. Ну-ка. Кстати, они мало того, что тут сказали, еще в самом конце все-таки... Вы идите-ка вот на бутсрап-тему. И купите. Да, неплохо, неплохо. Так вот, я... К чему это вообще? Что? Я просто даже и забыл, к чему я это хотел сказать. Но итог-то, в принципе, какой? Пацаны развиваются, и это круто? Или пацаны делают дерьмо, продолжают? Это плохо? Нет, да разве... Я просто реально хотел какой-то очень крутой вывод сделать. Причем с аналогиями, с чем-то еще. И я его сейчас не могу вспомнить. С... Блэкджеком? Скорее всего. Так, бустам 4 альфа. А, ну, во-первых, да, в четвертый день рождения они выпустили его. Символично достаточно. Но вообще... А, вспомнил, про флексбокс. Сейчас вообще веб-технологии, это... Это индустрия. Так же, как и с играми. Это... Почему дают ранний доступ? Не только же для того, чтобы по бета-тестить. Но и потому, что целая индустрия крутится вокруг веб-жу... Игровой журналистики. Игра журов. Игра журов, да. То есть им нужно подготовить более качественные материалы, снять видосы. То есть сейчас там постримить беты и так далее. То есть это дополнительный пиар готовящегося проекта. Если у вас хорошая бета, вам не стыдно ее вывалить, чтобы уже оно пошло и сама начинала пиарить. Без ваших совершенно каких-либо затрат. То есть, ну, это очень круто. И здесь то же самое. Уже проект пиарит сам себя за счет того, что вокруг веб-журналистики уже так много всего вообще крутится. Так много бабла с этими всякими партнерскими сетями бесконечными. Вот здесь есть карбон, да. Есть дек на CodePenny, по-моему, он используется там или где-то еще. То есть именно такие не Google AdSense, а именно частные сети реклам, которые типа вылизаны и только на крутых сайтах есть. То есть очень много уже сложилось индустрии именно вокруг веб-журналистики. И поэтому, собственно, и вообще вся индустрия так сильно развивается. У нас будет одна тема об этом сегодня. Поэтому, да, это был плавный переход куда-то вдаль. Ну-ка, давай. Какая у нас даль дальше? Ну, сейчас-то у нас близь пока. Ну-ка. Blurred images in web design. How to make them work. Так. То есть Керри Казинс нам на блоге Design Shack пишет о том, что вот заблюренные изображения это новый тренд 15-го года. Ну, как сказать. На самом деле, когда только начинали использовать большие хедер изображения, то есть году в 2011-2012, может быть 2012-м, вот так вот. Уже многие блюрили эти изображения просто, чтобы был лучший контраст с текстом, который поверх него идет. Ну, кстати, и вот эти ванильные цитаты, они же тоже... Само собой, конечно. Но почему-то она предпочитает думать, видимо, что вот в мейнстриме, то есть именно там в каком-нибудь сайте UPS, USPS, там на сайте Hillary Clinton, теперь только используются заблюренные изображения. Поэтому, ну, то, что мы с тобой знали на каких-нибудь топовых дизайнерских сайтах было, это как бы не есть срез общественного вообще мнения и понимания. Так. Поэтому вот она пишет, а как вот сделать, чтобы... как не опростаться, сделать хорошее заблюренное изображение. Вот она пишет, что вот вообще-то заблюренные фотографии сейчас это тренди. То есть, видишь, здесь уже какое-то говнокоммерческое приложение Target тоже рекламирует с заблюренным изображением. Так вот, и она пишет. Во-первых, решите для себя, а хотите ли бы быть частью тренда? То есть, теперь, когда вы используете заблюренные изображения, вы не просто используете вещь, которая сработает в вашем конкретной ситуации, вы типа в тренде. И со всеми вытекающими и не вытекающими отсюда последствиями. Угу. Сможете ли вы этот тренд как-то использовать так, чтобы не выглядело как у всех? Потому что тогда это может вам не на руку сыграть, а наоборот. Вдруг на ваш вкус слишком переиспользованный этот вот тренд на данный момент. То есть, нужно сделку с совестью сначала совершить, прежде чем этим заниматься. Ну и, естественно, подумать о том, что если вы сейчас свой дизайн это включите, и слишком много вас будет зависеть от блюра, то потом, когда этот тренд уйдет, то нужно ли вам будет целый редизайн делать, чтобы как-то справиться? Да, если у вас логотип завязан на блюре, то это смешно. Ну, и тем не менее, здесь будет такой пример. Так. Так вот, вообще, блюр нужно использовать только с хорошими изображениями. То есть, использовать блюр для того, чтобы заблюрить какой-нибудь косяк, это говно. Потому что это всё равно будет видно, и должного вау-эффекта не последует. Угу. Есть несколько вариантов. Например, заблюрить всё изображение. То есть, использовать его как фон. Здесь она и пишет, что... Блюр... Так, да. Короче говоря, заблюренный бэкграунд может сфокусировать внимание на тех предметах, которые находятся спереди. То есть, вот есть у вас бэкграунд, и, как это ни странно, заблюренный он... Ну, собственно, да, это ни странно. Заблюренный бэкграунд подчеркивает текст, который находится над ним. Несмотря на то, что здесь он совершенно без какой-либо тени и с отвратительным контрастом, ну, можно было бы сделать лучше. Я вот не знаю, давай сейчас зайдём к ним на сайт, может, они исправились уже сами. Ну, то есть, как бы эффект фокусировки, как на фотике, да? Конечно, да. То есть, ты фокусируешься на передней? А напереди есть. То есть, открыл диафрагму на полной, вблизь к объекту встал, и в результате он чёткий. Ну, тут нет. У них как-то не очень. Я бы не сказал, что это хреново. То есть, зато сразу читается. Ну, если бы они хотя бы обводку какую-нибудь сделали... Это да. Или тень. Просто чёрную тень достаточно. Два пикселя вправо-вниз, и было бы уже лучше. Ну, не нам их учить. Они там чё-то это... Поняли. Ферма у них зато есть. Так вот. И самое интересное ещё, что можно вот добавить, так скажем, огоньку. Вот замыленные всякие изображения какие-нибудь, которые вот сансплэши все уже взяли, а ты подблюрил чуть-чуть, и оп, вроде уже новое изображение. Так. То есть, можно вот дать жизнь новую. По-новому. Освежить. Да, да, да. Освежить — это правильное слово. Дать жизнь — это чё-то я уже про другое. Так вот. И можно использовать, естественно... Заблюренные изображения становятся менее чувствительными к цветам. То есть, ты так заблюрил, что-то уже нихрена непонятно, какие там цвета. Можно уже более ярким пятном поверх них сделать, и будет виднее. Угу. Да. Здесь также говорят о частичном блюре. То есть, вот была картиночка вся в фокусе. Заблюрили одну девочку, а вторая в фокусе. Не, ну это целое дело. Проще сфоткать так. Ну, понятно, что проще сфоткать, но вот даже когда ты это фоткаешь, ты же умышленно так делаешь. Ну да. И вот это и имеется в виду, что как бы тут три варианта. Заблюрить всё изображение. Часть. Заблюрить часть, чтобы какой-то слой был как бы сверху, так скажем. Угу. Ну и здесь опять же добавляет визуального интереса, меняет перспективу изображения. То есть, может быть, здесь идея была в том, что они играют, грубо говоря, в карточные игры. Угу. Знаешь, стихи пишет в тот момент, и важно, что именно она в этот момент, она не здесь, она где-то в другом месте и пишет, как там птички летят, там что-нибудь делают. И every brand. И сразу та девчонка становится аутентичной, она сама с собой играет на самом деле, понимаешь? Она пасьянс просто, может быть, раскладывает, и у неё там, видишь, какие-то понтоновские цвета просто разложены. Кстати, да. И всё, и совсем другая, так скажем, жизнь у изображения этого получается. Угу. Ну да, добавляет этих, объёму, то есть плоское изображение, хоп, и сразу вроде как стерео практически у тебя получилось. Угу. Вот такие. Драматик блюр for abstract art. Можно заблюрить что-то и приблизить, получится будто некоторая абстракция. И на фоне абстракции практически всё выглядит достаточно живо и интересно. То есть вот сделал ты новый дизайн какой-нибудь, на телефончике хочу его показать, и вот он как-то не дотягивает. Запилил на бэкграунд вокруг него какую-нибудь воду заблюренную. И вроде как бы по сравнению с этой скучной водой у тебя уже прям искрится дизайн. То есть вот такие вещи, вот видишь, опять же, добавляет. Но здесь не фокус, а в смысле фокусировки, а в смысле внимания к тому продукту, который напереди. Ну и опять же здесь что? Такая абстракция, это всяко лучше, чем какой-нибудь заезженный паттернс, subtle patterns. И оно уникальности вам добавляет. Короче говоря, ну здесь она ещё пишет, что для какого-нибудь картиночки можно заблюрить. Вот смотри, видишь, здесь логотип справа заблюрин. Угу. И тоже интересненько, просто что вот они такие ещё более воздушные и хорошие. Видишь, у них здесь всё такое хорошее, воздушное. А это компания, которая делает экологически чистые продукты. Ну, кстати, заметно, да. То есть мы сразу с тобой понимаем. Ну, во-первых, из-за того, что ярко-зелёный вот этот, он просто уже ассоциируется с чем-то органическим, с чем-то перерабатываемым. Но вот как факт. То есть здесь, опять же, маленькие блюры добавляют элемент сюрприза. Опа. Смотри, сюрприз. Ну и да, для видео можно использовать. То есть как бы технически немного по-другому. Наверное, маску какую-то надо в After Effects наложить. Угу. Но можно добавить старины, например. Угу. Там какой-то, что неважно, что там на самом деле происходит. То есть там какой-нибудь, я не знаю, парад. Хочется в Ницце сказать. Я не знаю, в любом городе, в Нью-Йорке на Тайм-сквер много машин едет. Если ты просто это снимешь в фокусе, то ну как бы все будут смотреть, что за машина, номера будут смотреть, записывать, кто там кого не пропустил. А если заблюрить, то ощущение того, что поток идёт. Просто жизнь проходит. А жизнь проходит, и вот тут на переднем плане наш лучший продукт, который там поможет тебе не погрязнуть в этой рутине или что-то такое. То есть тут просто UX уходит в невероятные небеса, если всего лишь блюр использовать. Поэтому вы вот используйте блюр, но используйте с умом. Подумайте, что именно вы как хотите сказать, и у вас получится это сказать. Вау. Такая вот мотивирующая тема у нас. Или где мотивирующая, если вы блюр не умеете делать? Да, переходим к следующей теме. Она тоже касается стоковых изображений, так или иначе. Ну там тоже, мне кажется, можно всё заблюрить. Тема лежит, причём у нас с прошлого выпуска, ещё так скажем. Да, в прошлый выпуск она не нашла как-то выхлопа, потому что всё было слишком хлёсткое. А тут теперь вот нашла. Ну давай, Никита. Ну вот стоковые портреты 1970-х годов. Всех. Да, здесь именно портреты, то есть пейзажей здесь не будет, поэтому вот так. Я на самом деле очень-очень вот смотрю, и они, мне кажется, были не такие какие-то... Эти сильно бросаются в глаза. Вот ты на каждый смотришь. Тут, кстати, у них есть... Это просто... Это рубрики, посмотрите, там очень много цветных фотографий 1913-го года, там вот, ну... Там, вот в этой рубрике на сайте Meshable очень-очень круто. Priority Raming, да? Да. Ну ладно. Да, ну и так вот, они сильно бросаются в глаза, то есть ты на них смотришь, и они не просто как бы стоковые. Это типажи, это типажи. Хотя, ну как бы, может быть, просто нам с тобой, людям, не выросшим в Советском Союзе, но впитавшим его с вот этой материнской плеврой, или как там говорят? С молоком матери? Мешок называется, который вокруг зародыши. Нам, может быть, просто кажется, что это всё ярко, а на самом деле так по улицам ходили там. Ну, в принципе, да, в Америке я поверю, да, что окей. Вот такие вот. Ну, это какие-то театральные, типа, такие постановки, полу-театральные, знаешь, как будто, ну, реально видно, поставлен кадр, всё такое, с тенями, со всей хрени. Возможно, просто настолько не распространена тогда была фотография, не как сейчас, помогите тут человеку плохо, я здесь врач, нет, тут 10 фотографов. То есть, раньше-то это дороже банально было, поэтому не все могли себе позволить, только типажные люди, вот такие строители, например. Ну, достаточно хипсерски выглядели. С металлической барсеткой, чисто Индиана Джонс. Хотя, даже не знаю кто, но неплохо. Практически сейчас бы можно было так выходить, сейчас это в тренде такое. Так там сейчас, там сейчас все будут в тренде, если дальше будем листать. Вот эти особенно. Вот это вот полетецо, это просто лучше. Такие дети тоже типажные, может быть, все дети такие были, рыжие, веснучатые, толстые такие. Вот такие еще были. А где низ? Вверх-низ? Нет, не было, нельзя было тогда низ снимать. Вот дяденька снизу. Вот этот вот. Ну, то есть тут такие. Вот это лучшая фотография, я считаю. Одна из. Это причем тот же самый чувак, который на первой фотографии, я понимаю, да? Да. Неплохо, неплохо тут. Он, кстати, на файле. Возможно, ручка даже не включена, он тут скрывает это пальцами, но должен на файле писать, это была бы бомба вообще. Кстати, смотри, здесь есть вот эта резинка на двух палках, которую и сейчас можно в некоторых офисах встретить. Я не знаю, что она, зачем. Да, чтобы ты писал на бумаге, и тебе не твердо было писать на деревяшке, а было вот мягонько. Писайте, шариковая ручка лучше писала. Хэллоуин, между прочим. Да, кстати. Какая-то золушка. Почему-то толстая золушка. Они все на однотонном фоне. Ну, у нас сейчас в студиях тоже фон однотонный. Ну, да, но... Ну, у нас, конечно, кирпичи еще есть, на которых все фоткаются. Да, кстати, да. Ну, да. Титюхи чуть-чуть. Не, в смысле, что нет портретов где-нибудь на улице, это о чем-то говорит. Ну, так ты представляешь, если это студийная же съемка, то там свет. А на улице вдруг не тот свет. Это целое дело. Это наверняка намного дороже были стоковые фотографии на улице с портретами. Вот. Вот, смотри, низ есть, можно. Низы. Да. Вот как сейчас одеваются, в принципе. Сейчас, в принципе, чувак знал, что будет в тренде. Хотя, может быть, не подозревал все-таки. Не знаю, тут, смотри, какой-то большой очень-небольшой... У него хотя бы имень есть большие педли для ремней, да. Вот он же, да, в теннис играет? Он же, да. Лучше бы без низов. Ниггерша-балерина. Я не знаю, им позволяли тогда в 70-е? Так. Или, понимаешь, им как бы балеринами можно было работать, но в автобусах отдельные сидения для... Точнее, даже не было сидений. Сидения же только для белых были. Так, это какие-то... Они какие-то, блин, хиппи. Они, да, их как-то разногищали, хотел сказать, разодели. Это таблетки, интересно, или Скитлз? Ну, блин, но он-то символизирует, что он, типа, доктор. Наверное. А вдруг он именно доктор лаборатории Скитлз? Знаешь, как в рекламах. Мы там разработали новый Скитлз. У него еще должны деньги просвечивать сквозь этот карман, как у учителей все. Ну, тут чувак просто какой-то серьезный. Просто чувак. Тут вот, да, началась... Вот этот чувак, который из моей любимой фотографии. Да, да. Вот такое у нас... У нас в 90-е ровно так и было. Такие же... В милу. Ну, практически, да. Экраны и телескопические указки. Очки лучше. В 90-е будет. Ну, сейчас очки такие тоже можно встретить. Такс, прям вот на улице. Вот моя любимая фотография. Ниггерская семья. Возможно, уже тогда кто-то пиарился за этот счет. Их впустили в студию только потому, что кто-то там повелел. Ну, кстати, вот эта клеточка, она, мне кажется, и у нас была. В смысле, в СССР, я имею в виду. Ну, да, да. Может быть, ткани индонезийские были и там, и там. Хотя вьетнамские, да? Вьетнам — это Индонезия. Ну, около, около нее. На Южно-Азиатском полуострове. Тут с улыбочками уже. Вот это. Вот это без ремня? Для меня, напоминаю, мужикам нельзя. Тогда, видимо, было можно. Тут у него очки. Интересно, какие нам воображение рисуют. Какие ему могли бы пойти очки. Так что вот такие стоковые фотографии вы бы использовали у себя на сайтах, если бы в 70-е работали. Ну, кстати, можно просто по приколу поставить себе вместо сплэшевых вот такие. Ну, ведь здесь только портреты. Ну, да. Если бы здесь были... Ну, хотя, опять же, если здесь посмотреть по... Что это за меню? Вот же, что оно здесь символизирует? Не знаю. Бред. Ну, в общем, если здесь посмотреть вот эту рубрику от RetroNavt, то тут очень много всего, и реально можно... Найти себе что-нибудь. По душе. Так что пишите в комментариях, какая вам понравится. Кстати, это хороший ход, знаешь, если у тебя очень цветной сайт, поставить стоковые фотки черно-белые, чтобы контраст был такой. Не заблюрить. Понимаешь, мы же уже выяснили, как надо делать. Так что, да. Ну, давай действительно хороший. Теперь обратно к задротским новостям. Так, это какой? А вот к этой. Ти-Джей Ван Толь напоминает какого-нибудь из квест-гиверов в GTA. Ти-Джей Ван Толь. Да, Ван Толь. Так вот, он написал статью Safari не ИЕ. Конечно же, не новый ИЕ, но как бы всё равно. Мы пару подкастов назад, хотя, возможно, мы уже два подкаста подряд обсуждали то, что какой-то чувак, как же его звали-то? Какой-то польский чувак, да? Нолан Лоусон его звали. А какого... Ну, в общем, андроидный разработчик написал, что Safari говно. Safari становится новым ИЕ из-за того, что не поддерживает огромное количество новых функций и тормозит развитие веба. И не участвует в конференциях. Ну, тормозит развитие веба, да. Не знаем, чего его больше всего. Может быть, конечно, его именно участие в конференциях обидело, но тем не менее. Вот Ти-Джей Ван Толь написал, что он как бы, в принципе, заступается чуть-чуть за Safari, но вот есть некоторые минусы. Рассказываю. Он, кстати, проводит историческую параллель. Что вот, например, ИЕ точно так же обсирали в шестой версии, потому что вот, начиная с шестой версии, притормозили развитие. И седьмая, восьмая релизы были просто фиксами багов, а выходили они там с разницей в год-в два. То есть, фактически, несколько лет ничего не развивалось, и из-за этого мы сейчас имеем геморрой небольшой. Имеем, что имеем. Имеем то, что имеем, да. И вот они пишут, что вот, дескать, Майкрософт теперь-то и справился, потому что Edge, новый браузер, они стремятся участвовать в чем-то. Вот, например, смотрите у нас на канале ролик про CSS Scroll Snap Points. Я сейчас даже себе помечу, что 28 Scroll. Ну, кстати, да, вот и это бульная жизнь. Они именно майкрософтовские эдитеры предложили этот CSS-модуль. Так вот, то есть, типа, начали жить. И вот этот Ти-Джей Ван Толь, он решил не голословно обсуждать, а посмотреть голые цифры. Или какие-то сухие цифры. Ну. Голые и сухие цифры. То есть, он... Голые и смешные, я бы даже сказал. Да. По результатам-то они действительно смешные. Он спарсил всю информацию с caniuse.com, который как раз в Джейсоне ее отдает, если уж чё. А, вот он, кстати, про историю еще рассказал, что в какой-то момент также гнобили Netscape, когда Internet Explorer увеличил, типа, свои инвестиции в Internet Explorer, начали развивать платформу, также гнали на Netscape. То есть, в принципе, за веб-девелоперами всегда было замечено, что они на чё-то гонят. Вот надо им на чё-то гнать. И в тот момент Netscape медленно Java-аплеты запускал. То, чтобы наши подписчики понимали. Потом в IE одна из главных проблем была то, что не было ADD Event Listener. И из-за этого... Точнее, нет, не было Attached Event. ADD Event Listener это было уже тогда. Нет. Ну, вы поняли. Вы поняли. Короче, прочитайте. Я в те моменты еще не сильно сайтами занимался, когда не было ADD Event Listener, потому что... После этого придумали jQuery как раз для этого. И вот тут я уже как-то... Подключился. Подключился, да, к празднику. Потом Box Model в IE все время до сих пор это баг. И даже у него есть твоя собственная страница в Википедии, что подтверждает, что это был реальный баг. И на IE гнали не беспричинно. И вот теперь гонят на Safari. Вот, например, Нолан Лолсон ту статью писал из-за того, что индекс DB не поддерживается в Safari. Самое главное, что потом он опростался, и он таки поддерживается в Safari просто коряво. Так. Но сам факт, что поддерживается. И вот он решил измерить. Вот сколько есть фактически фич, которые каждым браузером не поддерживаются. Разных фич. От реальных CSS модулей до каких-то JavaScript тем, типа там сервис воркеров и так далее. Есть здесь ссылка на алгоритм, который он использовал с JS Fiddle. То есть можно посмотреть, как он это считал. Вот Chrome не поддерживает только одну фичу. Это перенос с дефисов. Которую я, кстати, на WebSign одно время использовал, потом отключил, потому что она как бы везде поддерживается, но достаточно хреновая и без учета правил русского языка, поэтому там все равно непотребство получилось. Edge не поддерживает 23 фич. Так. Среди которых даже вьюпорт юниты, типа вьюпорт width, вьюпорт height, которые я уже даже сам использовал реально вот, ну как бы в продуктах. Не используют некоторые крутые шрифты и так далее. То есть, ну, смешно. Web notifications. То есть Slack не может через Edge присылать вот уведомления. То есть достаточно много вещей. SVG Smil Animation даже не поддерживается, который на самом деле во всех браузерах поддерживался значительно раньше, чем CSS 3 Keyframes Animations. То есть, ну, 23 фичи, подчеркиваю. Firefox 5 фич не поддерживает. Достаточно мало, но среди которых WebGL 3D Canvas Graphics. Все, графики нету. То есть именно 3D и AAC Audio File Format. То есть вот про WebGL 3D это, конечно, говно, потому что сейчас это прям супер популярно. И в Firefox этого, как назло, нету. Safari не поддерживает 9 фич. Среди которых такие важные фичи, как GamePad API. Так. Это самая главная фича. Да. Resource Timing, User Timing API. Короче говоря, не поддерживает resolution в медиазапросах. То есть нельзя по разрешению экрана ничего смотреть. Можно долго спорить по поводу того, насколько это важные или неважные фичи. Но Safari далеко не на первом месте по количеству неподдерживания. То есть Edge все-таки глубоко впереди. Глубоко, даже глубоко. Глубоко в заднице. Нет, а кстати говоря, Edge это же даже еще и уже не E. Вот E бы еще больше. E бы еще больше, да. То есть, он пишет, конечно, это не очень научно, потому что, ну там, GamePad API и там кернинг. Нельзя срадно. Это разные вещи. Но если говорить сугубо по количеству, то вот да. И он пишет, что самая надоедливая, annoying, точнее не надоедливая, как это. Бесящая? Бесящая, да. Самая бесявая. Что Safari не поддерживает, это форм validation. У нас, кстати, на ВК регулярно в комментариях об этом говорят, что вот уже давно там везде есть валидация. И не пишут люди на JavaScript валидацию, используют только HTML валидацию. И потом на сервере, даст бог, тоже валидируют. Ну, мне кажется, это не очень хорошая практика. И я не просто здесь оправдываю Safari, а вот так вот. Поэтому здесь он вот пишет, почему ее хейтят, Safari. Во-первых, потому что даже те фичи, которые в Edge не поддерживаются, у них, дескать, есть сайт dev.modern.ie. И там они пишут, что вот над чем они работают, над чем не работают. Они открыты, грубо говоря. И там можно же постить, что-то комментировать и так далее. Что касается веб-кита, то есть сафари-вского движка, то у них нет никакого статус-пейджа. Точнее, есть ссылка, но там все непонятно. И поэтому единственное, откуда можно информацию узнать, это из публичных имейл-рассылок. Есть такая вот штука в мире веб-разработчиков, публичные имейл-рассылки. Ты отправляешь с имейла туда ответ, и там, так скажем, мирка, чат только среди имейл-сообщений. И он у всех остается, то есть, ну, как блоговые комментарии, только более формальные. Вот оттуда можно узнавать, как в веб-ките происходит, где разработчики между собой переговариваются, что вот это мы сделали, вот это мы будем делать и так далее. Так. Вот. И, ну, и здесь пишут, что вот, смотрите, как менялось количество неподдерживаемых фич в разных браузерах. Вот, дескать, в Е было большое, потом уменьшалось, потом выросло в конце, потому что Эйдж опять начался, и сейчас опять уменьшилось. И опять нихрена не стали поддерживать. Ну, да, там, видимо, развалилось все у них там, когда ушел, кто там, Балмер ушел, Сатья пришел. Видимо, Сатья все развалил. Но он потом, видишь, взялся за ум, точнее, взял всех за ум. Угу. Да. И, а вот у Файерфокса падает медленно, у Хрома стабильно нихрена, да, то есть одна как была, так и есть. Потому, на самом деле, потому что почти все новые фичи гугловская команда и предлагает. Да. А у Safari растет, понимаешь? Ну, так чуть-чуть вообще. Ну. Ну, да, допустим. Вот. И с учетом того, что Safari 9, которым мы, кстати, пользуемся в данный момент, еще даже не вышел, а здесь в сравнении идет именно Safari 9, то, скорее всего, новая версия выйдет только следующим летом на новом .wdc. Угу. И, то есть, еще год, как минимум, будет такая ситуация. Как будто они думают, Edge будет обновлять каждый день. Ну, не знаю. Понятно. То есть, Microsoft тоже вроде не сильно апдейтит. Только Windows 11 теперь будут обновлять. Ну, дескать, тренд плохой. Ну, пишет, ну вот в защите Safari я могу сказать, что это лучший браузер для OS X, потому что батарея и память используются, ну, как бы, более продуктивно, более эффективно. Вот, да. Здесь есть ссылка на статью на getbatterybox.com, в которой реально расписано, как кто тестировал, что там в часах, сколько работает и так далее. То есть, это не пустой звук. Можете оснакомиться. Для тех, кто любит обычно сказать, да, все это там говно, хром, там все. Да. Про мобильные приложения он прям пишет, что iOS Safari это супер охренеть. В том числе они очень много поддерживают ECMAScript 6, в отличие от других мобильных браузеров. То есть, там по-прежнему Safari, он впереди планеты всей. То есть, очень круто. Ну, кстати, вот тут я вообще никто, мне кажется, не спорю, что Safari мобильный вообще охрененно. Ну, а видишь, ты вот тот чувак, который Ларсон, он-то и написал, что Apple должны открыть рынок мобильных браузеров. Потому что сейчас же все, кто бы ни сделал мобильный браузер, он может только настройки какие-то внедрить, но все равно через Mobile WebKit это все будет двигаться. И вот его это бесит. Потому что, дескать, они медленно там все делают, но вот так. Ну, понятно. И он и пишет, что как бы дело даже не в том, что вот все так плохо, а в том, что вот Apple бы чуть-чуть задуматься. Вот самую масечку. То есть, как бы не все пока еще очень плохо. То есть, он не так сильно уже. Да-да-да, он чуть-чуть защищает Safari. И на самом деле наша тема через одну, она будет про это. Я скажу, почему. В принципе, Apple, они думают не про фич, они думают про experience. Вау. Да, да. Это очень крутая тема. Опять же, болтологии много. Так, а у нас бомба. Facebook сделал голосового помощника. Вот, кстати, с бомбой я бы, конечно, поспорил. Но да. Ты не мешай мне привлекать слушателей. Просто супер. Бомба, кстати, это та самая тема, вместо которой я назвал про Аршавина, который зарабатывает больше, чем веб-дизайнеры. Короче говоря, Facebook запустил своего голосового помощника прямо вам в мессенджер. А он голосовой ли? Я просто как бы это. Точнее, ну в смысле, просто помощник. Да-да-да. Во-первых, кстати говоря, это уже как минимум минус. Почему? Ну диктовка-то там работает. В любом случае. Понятно. И как минимум минус в том, что он у вас, получается, никак не привязан к трубке. То есть Siri, да, как Siri, она с железом у тебя может говорить. То есть она может ставить будильники, она может ставить там будильники, короче, картана тем более, да. То есть вот это все. А Facebook мессенджер, он тебе может говорить всякое, что находится в интернете. Интернет вещей практически. То есть он тебе говорит там рестораны, он тебе говорит погоду, он тебе говорит всякое такое. Но уже не общаясь со своим телефоном. И это, я думаю, уже очень большой минус для чуваков, которые со всяким в Америке. Они должны, кстати, сейчас петицию подписать, чтобы Apple для нативных приложений открыли вообще все. Что все можно было открывать там. Ну всю песочницу, короче говоря. Потому что почему Siri это может? Потому что это Apple-ский продукт, у нее есть права открывать приложение и так далее. Ну, кстати, да. Но только это, конечно, сильно плохо для безопасности. Если любое приложение, в данном случае Facebook мессенджер, сможет распоряжаться. Я думаю, он не сможет. Они не откроют. Ну нет, конечно. Это как минимум просто потому, что у них там, возможно, так все накостылино, что если они это откроют, им стыдно станет. Может быть. Они такую часть рынка потеряют, что тут надо быть умалишено, что такое разрешить. Ну вот. То есть минус есть один, но есть плюс. Очень до хрена людей, скорее всего, в принципе, сидит в этом мессенджере, да, в Фейсбуке. Ну вообще в Америке, мне кажется, уже Фейсбуком, наверное, больше, чем Гуглом пользуются. Да и всегда так было, я думаю. И всегда так было. Вот поэтому плюс они еще, как обычно, будут отслеживать информацию, обрабатывать, вам выдавать всякое. В общем, короче... Ты имеешь в виду, что все и так в мессенджере сидят. Им до Сирии надо сворачиваться, а тут они только чат переключат и все. Тут они, да, и написали. А там, может быть, потом как-нибудь еще, знаешь, интегрируют этот м вместе с вашим чатом. Ну, короче, в общем, тут поле для развития. Вообще, на самом деле, это бот. Это как в Телеграме боты есть. Да, да. Так вот, это м-бот. Возможно, его можно будет в групповые чаты подключать. Да, то есть тут открываются уже такие границы. Мне нравится, вот как здесь в скобочках написано, что make money, чуваки будут просто зарабатывать деньги на этом Фейсбуче. Opportunity for us to... Да. Да, вот. Ну и дальше есть разделчик, небольшой здесь параграфик про то, что... Да, можете здесь посмотреть, почитать. Идиотское совершенно преподносение, когда вот так наполовину картинка и махаленькая колоночка, в которой даже непонятно какого хрена. Ну вот, есть небольшой параграфик про то, что Фейсбук открыт для бизнеса, то есть можно будет этот элемент М, так скажем, который находится в мессенджере, проплачивать, скорее всего, там, рекламу и все такое. Посмотри наверх, там, где... Котиночка? Да-да-да-да-да. Вот видишь эти ботиночки? Там сразу же кнопочка get. Это охренеть, чё? То есть он наверняка перенаправит на какой-нибудь Амазон. Ну, если это не будет, как с Яндексом, который сам купит. Люксженева.com. Ты вот туда перенаправил. Но сам факт того, что вот кто именно будет выпадать What About Shoes... Кто её... Тот её танцует? Да. Тот будет М и танцевать. То есть на самом деле они, конечно, просто монетизируют дальше свой мессенджер по полной, через платных ботов. Да, то есть они не говорят, что они будут первые с помощью этой хрени. То есть не будет лучше, я думаю. Ну, не будет самый... Самый... Вот, кстати, я посмотрел, на самом деле, что больше всего используют. Мне кажется, оно выровняется, наверное, с картаной. Это стопудово. Я вряд ли с Siri. Конечно, с Siri вряд ли, потому что... Да, ну, пепос разный. С Siri спрашивают, как доехать. То есть реально, чтобы открылись Apple карты с уже построенным маршрутом. Отвечают на сообщения и ставят будильники. Да, да, да. И там есть интеграция с Apple Watch. А здесь не будет никакой интеграции с Apple Watch. Да, тут минимальная. Ты можешь продиктовать реально сообщения, а потом читать вот так в мелком экранчике у себя с руки. Как с рук. Поэтому... Ну, короче, вот такая штука небольшая. Facebook монетизирует свой мессенджер. Мне вот теперь интересно, а Telegram, когда ботов сделал, они это же имели в виду у себя в башке? И сейчас у них слезали идею. И опять Дуров как-то слизывает у Facebook. Как-то все... Без момента, что он уже это первый делает. А мы все равно с тобой с пацанами думаем, что он слезал. Он в курилке подслушал где-нибудь там в Сан-Франциско. Они там вместе, видимо, ты думаешь, с этим? Сукербергов? Они банда одна, просто пилят бабки пополам и все. Они будут пиарить еще друг друга. В Telegram'е M, а в M Telegram. Кстати, в Telegram'е... Чего они все еще не сделают звонки обычные в Telegram? Чтоб я мог с Telegram на Telegram звонить. У них, видишь, в чем китч? В том, что там суперсекретно. Секретнее, чем в WhatsApp'е. А это значит, что звонки там тоже должны быть секретные. А это значит, что их реализовать сложнее, поэтому они будут дольше. И, возможно, сейчас... Сейчас они, кроме... Ну, во-первых, они реально просто пишут код. Это долго. У них команда меньше, чем у WhatsApp'а, допустим, да? И сейчас знаешь, что они делают? Они ищут уязвимость в WhatsApp'е звонках. Припасут ее. Потом ее выкатят. Типа, WhatsApp'е звонки небезопасны. Там, слили, как Хиллари Клинтон. Там, сказал, fuck Americans. Когда там с Джебом Бушем разговариваешься. I love Russia. Да, через WhatsApp разговариваю. Это слили. И тут хоп, и телеграм выходит с супер защищенными телефонными разговорами. И у них буст просто сразу катастрофический по сравнению с тем, если бы они просто сейчас это выкатили. Ну да. Может быть, что-то такое готовится. Сейчас должны нас сквозь окно застрелить здесь за такую информацию. Сандура, причем. Да, чтобы мы... Сбить на машине, как гаишника. Да, да. Но это мы в Питере. Если бы шли, он нас на капот посадил. Так что вот такое. Пишите, что думаете в комментариях, по какими голосовыми помощниками. И не только голосовыми пользуетесь вы. Может быть, окей, гуглом все пользуются. Кстати, да, может быть. Мы его как-то необоснованно забыли здесь. Да, да. Он же тоже мощную долю рынка, так скажем, вот этой хрени. Хрени? Ну да, хрени. Следующая тема называется Stop Pushing the Web Forward. Так. Питер Пол Кох. Такой человек, который занимается... Питер Паркер, я думаю. Практически, да. Питер Пеппер... Питер Пеппер... Помнишь, скороговорка, да? Питер Пекел? Ну ладно, не помню. Так вот, он мобайл-платформ-стратегист. Хорошо. Нормально, да? Стратег он. Короче говоря, продумывает мобильный UX, как и что в Амстердаме в Нидерландах. Отлично. Долго продумывает уже? Не знаю. Достаточно долго. Я думаю, с 2009. Видишь, из десктопных браузеров перешел в мобайл. И сейчас предпочитает думать, что за мобайлом будущее. Да ладно? Да ладно? Ну так вот, он пишет статью Stop Pushing the Web Forward. Он говорит, вообще, типа, предостережение о том, что вас сейчас бомбанет пукан, но я бы вот предложил, чтобы веб не развивался годик-другой. Вот так вот. Это чё это? Вот. И он пишет, что мы вот в этой гонке вооружений, мы позабыли о том, вообще для чего веб. Веб, он для ссылок, для легкого доступа и про экспириенс. Чтобы люди легко могли... Почему вообще придумали веб? Потому что было так много информации, что её нужно было как-то структурировать, как главы в книге. Угу. И, то есть, HTTP, гипертекст... А, HTML, гипертекст-маркап-лэнгвич. Так. И навигацию между этим. И мы забыли про экспириенс, что пользователю всего лишь нужно структурированные данные, между которыми он может навигацию осуществлять. Угу. И что, типа, сейчас большинство веб-браузеров стремятся добавлять новые-новые-новые фичи. И он пишет, что их так много, что вот если я вам сейчас задам вопрос, типа, а какие вот новые фичи в браузере были в 2015-м, вы даже не скажете, потому что их просто там 20-30 было. Ну да. Уже. Да. Если все маленькие API отдельно рассматривали. И он пишет, что вот на самом деле ситуация в браузере сейчас вот такая. Отлично. То есть, у тебя настолько много тулзов, причем и как у пользователя, и в основном как у разработчика. Он нам говорит с точки зрения разработчика на самом деле. Ну да. Он пишет, что мы забыли о том, что силы веба это simplicity, URLs and reach. То есть, нам нужно достичь своих пользователей с нашими... С помощью простоты. Да, с помощью простоты. То есть, он приводит пример. Вот, допустим, одна из последних фич, которую хотят вести, это navigation transitions. Чтобы переход между ссылками был не вот такой вот лесенкой. То есть, я нажал, и сколько-то там секунд, там полсекунды прошло это. Чтобы хоп, и уже там подгрузилось плавненько. Очевидно, почему мы это делаем. Потому что мы эмулируем нативный experience. То есть, как в нативных приложениях. Ты же между окнами перемещаешься очень быстро, потому что они уже все подгружены. И вот он пишет, что чтобы это везде имплементировать, и, во-первых, веб-девелоперам нужно будет много учиться, тупо именно опихи. Не фактически учиться делать сайты, а учиться использовать инструмент. Но еще использовать кучу полифилов и так далее. И он рассказывает, что на самом деле в IE4 была такая фича. Так. Ее в IE9 убрали, потому что нахрен она была не нужна. И он пишет, что вот, допустим, мы сейчас на... Сначала была стадия, когда мы на технологиях фокусировались. Так. То есть, конкретно веб делал такую штуку, которая больше ничего не делала. То есть, ходил в интернет. Теперь в интернет ходит все. И мы фокусируемся на фичах. То есть, мы делаем одну маленькую штуку, которая не делает ничего, или делаем несколько таких, и где она будет сделана лучше, то и выиграет. То есть, если есть, допустим, просмотр данных, то сейчас с помощью REST API это можно сделать и в нативном приложении. И нативное всегда будет выигрывать, потому что оно нативное, оно ускорено с железом и работает напрямую с драйверами и с железным API. Поэтому он говорит о том, что бессмысленно пытаться приблизить веб к нативным приложениям, потому что он для другого. И вот он видит, что третья стадия, это все-таки будет фокусировка на экспириенсе. Это чтобы сейчас продукты конкурировали не тем, что один может там выключать микроволновку, а другой не может. Они все уже могут выключать микроволновку. А вопрос, как они это делают. Вот это удобно выключать микроволновку, у тебя там вибрирует в заднице, мигает что-нибудь, а другой неудобно. Чтобы именно юзер-экспириенс был в почете. И возвращаясь к теме про сафари, Apple именно это сейчас и делает. Они фокусируются на экспириенсе. Уже все входит в браузер, входит в интернет, все открывает википедию и фейсбук. Вопрос в том, какой ноутбук и какой браузер дольше позволит тебе сидеть в фейсбуке, в макдональдсе, потому что толстый козел занял зарядку какой-нибудь единственной в зале. Кстати, да, кстати. И они как раз и задерживаются. Там же чувак говорил, вот, блин, Apple все на год отстает на два. Вот, вот. Вот. Они-то отстают, потому что ты дурак. Дома сидишь на диване и все. А для людей, которым сайты нужны не как, как бы, не для создания сайтов, а для создания контента, для потребления контента, для создания рекламы, и так далее, для журналистов, например. Им насрать. Есть у них индекс DB или нет? Угу. Им надо, чтобы у них дольше ноутбук работал, чтобы они из-за копа в Донбассе писали. Понимаешь? Ну да, то есть не для тех, у кого создание сайта ради создания сайта, а не ради того, чтобы сделать контент, который потом будут потреблять чуваки там, или смотреть контент. Ну то есть, да. Ну и вот он пишет, что он бы сейчас вот сделал так, чтобы как минимум год ничего не развивалось, а все функции допиливались. Я на самом деле не скроллил, потому что за это. Угу. Заговорился. Но на самом деле здесь он пишет все то же самое, только еще и по понтовому. Ну понятно. И это уже, я так понимаю, эта тема-то была типа просто про то, что надо притормозить немножко чувакам. Да, он просто, вот он сидит, и 28 июля, это тоже достаточно баян. Кстати, да. Оно почему баян? Потому что уже даже ответы на это появились. Вот, например, Джек Арчибальд ему уже ответил. Так. Известный чувак, который вообще, ну, он много пишет, если его блог посмотреть, он про сервис воркеров, и про SDB, и вообще про все суперновые штуки он всегда пишет. И вот он здесь пишет, что, а на самом деле, он пытается развенчать, ответить ему. Вот он берет тезис, веб становится слишком сложным. Он пишет, а что это сложно? Вот типа разметка нынешняя, вот какая была. Hello World. Сейчас достаточно просто написать доктайп, тайтл, hello, и просто ворл. Даже HTML или боди не надо писать. А раньше, дескать, надо было. Так. Типа сложнее. Он опять лишь говорит с точки зрения того, что видно, а не с того, как именно нужно подходить к созданию. Ну типа, ладно, хорошо, окей. Типа, про Hello World не будем судить. User Expectations are high. Пользователи больше, дескать, ожидают от веба, чем в 95-м. То есть вот Стюарт Ли тогда говорил в 95-м, что меня не интересует Стартрек или детская порнография, поэтому интернет не для меня. Сможет ли сейчас кто-нибудь сказать, что интернет не для него? Ну типа, вряд ли. Ну и он говорит о том, что на самом деле веб-платформа, она развивается очень много и она нам дает поле для диверсификации, чтобы уже был не один веб-дизайнер и веб-разработчик в одном лице, full stack, front-ender. Так. А много, много разработчиков, которые каждый специализируются на своей хреновине. Кто-то именно Service Worker Engineer, который работает в JavaScript команде и на самом деле почему это работает для Америки, потому что там в экономике очень много денег, как для производства контента, так и для его потребления, поэтому там крупные команды, ну там, Facebook может себе позволить, чтобы у них каждый человек занимался одной какой-то фичей, допустим. Но вот для нас, для старого, хотя нет, у нас не старый свет, у нас другой свет, российский свет, вот для нашего русского света это плохо, потому что сейчас наоборот все укрупняется. Опять конструкторы в моде, там типа Викса, что один гендиректор бизнеса, он же себе сделал сайт, он же в колл-центре у себя работает, и он же потом на закуп едет за товаром, где-нибудь под Москвой, за удочками. Так. Поэтому здесь как бы для нас это не работает, нам-то как раз бы вот бы как сказал Пол Кох, Питер Пол Кох. Не как Арчибальт думает. Не как Арчибальт, Арчибальт, он в слишком хорошем мире, но он подкрепляет это естественно примерами. Вот допустим самолеты сфотографировали, вот вам надо зайти в фотошоп подредактировать, чтобы было более как бы чтобы они больше видны были. Там цветокоррекцию сделать и так далее. Но и грубо говоря можно же открыть фотошоп и сделать вот такое. Чуф-чуф-чуф-чуф-чуф. Больше всего мне Катулька нравится, да, это смешно. Это круто, да. Карри Поттер в шляпе Гендальфа это тоже круто. Причем с... Да. Мне нравится, что здесь дефолтный блик света в правом углу вверху. Да, конечно. Вот это хреновина я не знаю откуда. Может быть это какой-нибудь там Star Trek, Star Trek, да. Но я вот не знаю. Так вот, и он говорит, несмотря на то, что Майк Лубеевы понравились, типа можно же использовать только некоторые фичи. Вау. И типа вот сделать акцент там на них, добавить, возможно заблюрить зад опять же. Он еще заморочился, что-то тут делал. Он да, он показал, возможно он попросил, он же за диверсификацию, он попросил вот это, а второй вот это, потому что все же каждая отдельные штучки. Ну да. Ну так вот, и он пишет, что типа ну не надо загоняться. Развивается и развивается, везде все использовать не нужно, нужно использовать где нужно, там и нужно. Вот так вот. Отлично. Вот так вот. Ну и он, типа, а вот он говорит, что нативность это говно. А вот, то есть, а HTML5 видео типа тоже говно? Ух ты. То есть вот так он зашел, он из крайности в крайность кидается, то есть, ну на самом деле такая нативность это не плохо. Ну да. Просто потому, что Flash это и так чужеродная для веба штука, для браузера. Это отдельный компилятор, отдельный целый кусок кода, который, причем еще и закрытого, к которому нет доступа. Ну и здесь он вот тоже говорит, как раз, что вот появлялись очень крутые инструменты из-за того, что что-то не развивалось. Например, jQuery появилось из-за того, что и Е не развивался. CoffeeScript появился из-за того, что JavaScript не развивался. И, дескать, только из-за CoffeeScript и ECMAScript 6 сделали. Ну и из-за нарастающего недовольства. SAS сделали из-за того, что CSS там хреново работал. То есть, на самом деле, типа, такие стагнации, это круто, потому что появляются реально хорошие инструменты. И он пишет, типа, несмотря на то, что вот HTTP 2, он сложнее, там, чем 1.1, но он прям на другой уровень веб унесет. Ну мы с тобой в каких-то из подкастов обсуждали, был момент. Вот. Поэтому, ну, не всегда приостанавливаться это круто. Потому что, вот он еще пример привел. Вот в 2007 выпустил Apple iPhone. И был смешанное, как бы, так скажем, смешанное расприятие, потому что экран был реально крутой. Но не было 3G, не было GPS, не было передней камеры. Хотя где-то уже было. И была такая компания, Research in Motion, RIM, которая производила BlackBerry. Они решили, что не надо вестись на это. И они будут свою нишу окучивать и делать просто вот как надо. Типа, как они притормозят. И не успели, проиграли мобильную гонку, и сейчас вообще они чуть ли их не купил Samsung. Не помню точно, кто кого покупал, но, в общем, они не лучшие времена переживают, это факт. То есть, вот они продрочили, и типа из-за этого потеряли вообще все. То есть, тоже типа, тоже минус приостановления. Да. Вот здесь он рассказал про ИЕ, что вышел он в 2001-м ИЕ-6, ИЕ-8 вышел в 2009-м, и почти ничего за 8 лет не сделали, и мы до сих пор, типа, нам приходится страдать, там, делать заказчикам всякие костыли и так далее. Поэтому он пишет, что на самом деле, вот, надо бы развивать это все, но использовать, где нужно, там нужно. Ну, я уже сказал, что обе точки зрения имеют право на существование, но мне он кажется каким-то юнцом. Вот он рассуждает как пацан, он хочет еще, чтобы вот все не консерватор. Ну да, он смотрит слишком как-то... Я понимаю, что есть цитата Черчилля, что плох тот молодой, кто никогда не был либералом, и плох тот старик, кто не стал консерватором. Так вот, Питер Пол Кох, он старик уже. Да. И, видимо, я тоже уже старик, потому что мне тоже его концепция, она мне видится просто идеальной, потому что сфокусировавшись на конкуренции по экспириенсу, можно значительно большего вовлечения людей достичь, потому что сами технологии, Стив Джобс всегда говорит, люди не знают, что они хотят. И просто выпускать какие-то штуки, они будут бомбить, да, прикольно. а хороший экспириенс хотят все и всегда, чтобы все было удобно, понятно и просто. Если дать людям то, что удобно и просто, а не просто то, что умеет включать вашу микроволновку, то они будут больше вас ценить, и это будет лучший типа вектор развития для веб-технологий. Блин, да. У нас что-то какой-то сегодняшний неутверждающий подказ получается. Мне прям хочется вот закрыть после этого ноутбук и пойти просто в люди творить. Да, да, да. Я не знаю даже вот общаться всем, пожимать руки. Обнимать всех на улице, да. Правда, у нас уже одиннадцатый час, поэтому я не знаю, кого там обнимать, тебя скорее обнимут. Короче, следующая тема, там где все-всех обняли и в инстаграме сделали фотографии наконец-то в полную рамку, так скажем. Как Децл в полный рост? Да, как Децл в полный рост постер. Вот так же, вот представляешь, можно, кстати, теперь Децл в полный рост запостить в инстаграме. И нормально, он не обрежется никак. Да его, его и в квадрат можно запостить, он же не очень как бы такой. Короче, стопудово все слышали эту новость. Давай, просто первое. Первое, что мне пришло в голову, это что теперь, наверное, режим на айфоне один к одному можно все отменять, прям из железа выпиливать? Нет, ты же понимаешь, я вот читаю книжечку сейчас, The Art of Photography. Чувак написал в 2010 году, фотографирует с 60-х лет, то есть ему уже лет 60. Так. Смотри, как все про 60 получилось. Классно. Да. И он пишет, что кроп это неплохо на самом деле, то есть если тебе нужно обрезать что-то, чтобы усилить восприятие твоей фотографии, то делать это надо. То есть, иными словами, некоторые вещи надо фоткать в квадрате, потому что это круто. Потому что вот тебе лишнее не нужно ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа. Тебе нужен именно этот квадрат. Ну да, когда ты получаешь возможность обрезать, ты как бы понимаешь реально, что ты мог сфоткать по-другому. То есть ты реально понимаешь, что в кадре... Это усиливает реально восприятие. То есть если обрезать ненужные какие-то штуки, оставить только там машину в левом, правом, нижнем углу, чуть-чуть вокруг нее брусчатки, то на нее будет больше внимания, чем если очень много брусчатки со всех сторон. Понимаешь? То есть это меняет восприятие, и поэтому кроп никто не уберет, квадрат никто не уберет, просто вот да. Ну, кто-то продолжит, мне кажется, кропать, кто-то... Короче говоря, почему Инстаграм все-таки об этом задумался? Во-первых, ты-то открыл другую статью. Here is why Instagram chose to break the frame, а там у меня было две статьи. Одна из них это просто с бложек. Да, ты просто на блоге... С бложек они показали. Вот так это выглядит, то есть вы можете выбирать лендскейп, там портрет или что, постить, вот все. Бла-бла-бла. И можете видео? Версия 7 и 5, нет, это видео, которое нам демонстрирует, как это делать. Хочешь, давай посмотрим? 17 секунд просто, ну как бы... Опа! Вот так вас расширились. Целый вир у вас открывается новый. Хотя, опять же, ну вот это да, это конечно пример такой. Это лучший пример. Такой вот пес, причем еще и замедленный. Там суть в том, что видишь, ну мы сейчас об этом поговорим. Короче говоря, первая причина... Открываю. Давай. 14 миллионов white spaces a day. То есть, столько было пробелов, рамок вот этих, которые задолбали. Поэтому они... А, ты имеешь в виду типа инста-сайз. Да. Когда реально по стиле лендскейп, и вокруг были сверху, снизу, понятно. Во-первых, это. Во-вторых, ты писаешь, это же, по идее, вот эта штука, то, что нельзя нормально запостить фотку, это дает поле для всяких сраных приилов, которые начинают тебя обрезать. Инста-сайз. Опять же, да. То есть, это дополнительная реклама этих приилов, это уже не инста, это уже, короче, а вдруг те чуваки к себе на сервисы это перепостивают и тоже трафик гоняют. Ну, короче, это плохо для инстаграма, с одной стороны. Со всех сторон. Да, со всех сторон, вот. Поэтому, короче, это убрали, сейчас все будут нормально заливать и все нормально. И, казалось бы, что сложного сделать, вписать вот эту фотку просто? Нет, оно еще, вот я сейчас смотрю, как будто так и должно быть. Так и должно быть. Очень круто получилось. Да, да. Хотя всего лишь, как бы, хотя все... Они, возможно, они издевались. Они ужали все это время. На версии 7.5 тянули. Опа! Опа! И сейчас все сидят, блин! Это ж как-то! Гениальный! И они сейчас не заметят, как инстаграм выложит 10 обновлений, где реклама везде уже будет, там, самолеты летают, распыляют надпись Coca-Cola по вашим фотографиям. Зато уже можно портретный выкладывать. А, блин, круто! Да. Ну и вот, и тем не менее, они увидели еще, что вырос... выросло количество вертикальных видео. То есть все-таки вертикальные видео снимали, постили их, и они криво выглядели, вот где собачка-то расширяется. Потому что нельзя, вот именно видео квадратное нельзя на айфоне выбрать. Понимаешь? Угу. И еще видишь, снэпчет сейчас супер популярен. Угу. А там-то именно тоже на передуху ты снимаешь просто вертикальную хреновую. Ну да. И этот формат, из-за того, что снэпчет тоже очень популярный, его везде в фейсбучиках постят, он уже приелся людям. И инстаграм рискует, как Блэкбери, остаться за портом вот этого всего праздника жизни вертикального. по темпу проиграть, короче, реально. Да, ну в общем, в общем вот такие нововведения, которые давно бы уже пора было сделать инстаграму, и вот они сейчас наконец-то выкатили. Ну, как-то так. Смотри, кстати, есть снэпчет, это не единственная причина вертикальных видео. Джон Стайнберг, чувак, который ответственен за Daily Mail, так, пишет, что мы работаем над тем, чтобы 100%... Daily Mail, это, я так понимаю, новости, новостная лента. Да, да. Хотя, ну-ка, у нас есть с тобой сейчас время на это. Давай, Daily Mail. Daily Mail онлайн, увлекал подробность из версий украинских нацистов. Они наши, что ли? The latest US news. Да, ну, короче, ленты новостей. Угу. Вот, они типа, потому что вертикальные видео больше всего дают вовлечение вот именно по тому, как кликают, как смотрят, то есть он статистику приводит фактически. И, на самом деле, я опять же могу это объяснить своей классической теорией, что вертикальное видео повторяет форму лица нашего, и поэтому она у нас намного проще воспринимается. Блин, ну здесь еще такое пример, знаешь, вертикально с вертикальными. С собакой, когда ты вертикально снимаешь горизонтально. Понятно. Но нет, он реально просто говорит о том, что и на ютюбе там везде, короче, сейчас идет этот тренд, и он статистически оправдан. Их больше смотрят. Ну да. Вот такая вот... Может быть, помнишь, сейчас же много дизайнеров, точнее кодеров, покупают второй монитор и вертикально его делают, чтобы там лента кода была. Чтобы код смотреть, ну. Даже вот у Лестера в GTA 5 был один монитор вертикально с Саблаймом. Да. И, может быть, тоже, как бы, на ютюбе они уже вертикально смотрят. И айпад, ну да, ну да. В общем, в общем, да, а ютюбе-то смешно. Но айпад, он как книга, а книга, потому что повторение формы лица. То есть, видишь, все по спирали в нашей жизни. Представляешь, если у нас горизонтально морду. Как у Стюи Гриффина. Как у Стюи. Ну да, он, возможно, сейчас негодует. Ему не нравится. Ну да. Короче, прикольно. Что-то я хотел еще сказать по поводу Инстаграма. Это все, значит, смотри, и теперь я тебя перебил. Блин, ну, в общем, да. Да. Какие тебе ботиночки больше? Правые. Смотри на мобильную рекламу, а? Не знаю, почему мобильная. Хочется еще дни осенние себе купить. Ну ладно, не буду. Так, ну давай, что у нас, WordPress, блог. Представляешь, в подкасте уже обувь покупать, начать просто неплохо. Очень мало новостей про WordPress у нас нынче. Затишье WordPress. Ну, потому что, это, кстати, всегда так, заметь, когда выходит релиз, после этого, после него, кстати, смотрите, у нас ролик про релиз на канале. Я сейчас тебе помечу, что на час 0.4 надо написать про релиз. Так. Так вот, всегда затишье некоторые на информационном фронте, потому что надо дать комьюнити время обварить, переварить, обварить, обвалить, да, обвалить, переварить. Поэтому я нашел старенькую статью, какая она старенькая, 12 августа. Про 10 самых беспонтовых, бесящих, как ты это назвал, мне понравился перевод ноинбис. Сейчас смотри, какой параллакс здесь крутой. Не тормозит первый раз Safari параллакс. Надо, как-то, я сейчас себе добавлю, чтобы посмотреть, как он там реализован. Так вот, несмотря на то, что самая популярная система, CMS, бла-бла-бла, есть говно. И вот, типа, а есть плагины, которые не работают друг с другом? Эй, это чё это? Какие-то? Form7 ни с чем не работают? Так, сейчас подожди. All-in-One SEOpack и Akismet. Вместе не работают, да? Если их по одному вдруг активировать по одному, то могут быть конфликты, какие-нибудь VP-дебаги, писать, что всё плохо. Ну, слушайте, это, может быть, они написаны как-нибудь там, не с PHP, но им с Pace, а просто, ну, хорошо, фактически это проблема WordPress, что не всё так было хорошо и комьюнити бодлокодило долгое время. Сейчас приходится с этим жить. То есть, вместе они раньше работали, но версии-то уже и не работают. Да, типа того. Someone using the admin username and login page to hack your site. Отлично. Потому что VP-login PHP настолько, как бы, через один файл это всё ходит, что его очень легко дедосить и так далее. Ну, слушайте, это, опять же, это, ну, не столько проблема WordPress, а столько проблема его популярности. Из-за того, что он такой популярный, очевидно, что выстроить алгоритм, который его будет взламывать, значительно проще, потому что он так широко используется, широко изучен. проще, чем какую-нибудь самописную CMS-ку для Ларавеля, да, которую вы используете у себя там в проекте. Постоянное обновление плагинов тем и WordPress-версии. И хорошо, и плохо. Из-за того, что он такой популярный, приходится всё обновлять, потому что постоянно находятся баги и новые, так скажем, фичеры безопасности. Ну да, и фич. Так вот, а его вещь, что не нравится, что каждый раз надо следить. Нельзя вот взять и оставить WordPress, а потом прийти и нормально. Ты придёшь, и там у тебя уже просто говно. Это как дом, взаимно надо ухаживать, только жить в нём. Причём Document Oriented Model. Жить в нём Query Selector и писать. Да. И вот есть плагин WP Updates Settings, который будет всё обновлять за вас. Угу. Ну, есть сейчас много сервисов, типа WP-IO. Это, кстати, не реклама, сервис говно. Я использовал, и он, но он в бете, хорошо. Угу. Работает хреново. Ты подключаешь админки всех своих сайтов, и у тебя есть один дашборд со списком твоих сайтов. И ты там жмёшь везде кнопку обновить тут темы, обновить тут плагины. Угу. И вроде должно работать, но не работает. Обновляет только сам WordPress, а плагины и темы чё-то не обновляются. По крайней мере, так было месяца 4 назад, когда я его пробовал. Есть ещё Manage VP, его не пробовал. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы такими системами, и как вообще они. Угу. Ну вот есть ещё и плагин. Так. Спамовые комментарии. Опять же, это тупо из-за того, что есть VP PostCommand с PHP, если мне не изменяет память, здесь он даже не написал, но я знаю как факт, через который тоже удобно всё это легко додосить, просто потому, что WordPress популярен, для него написали уже всякую такую хреновину. Угу. Поэтому придётся, да. И вообще, они пишут о том, что сама структура админки про спам, там нужно зайти корзина, там нажать спам, по 20 их удалять. Неудобно, короче говоря, вот как-то бы вот этот вот экспириенс пофиксить. Есть, конечно, антиспамовые плагины, и вот они ещё тут сразу хоп, перелинковочку, вот наша статья про антиспамовые плагины. Можно из базы ещё выпилить спам весь. Просто руками жёстко. Ну да, ну это радикально. Ты же понимаешь, что сейчас очень много мейнстримщиков, которые пользуются WordPress'ом, вообще не знают, что там есть база данных. Ну да. The white screen of death. Отлично. Ну это классика, когда ты что-нибудь в PHP не закрыл, не открыл тег, всё, у тебя белый экран, ни хрена не открывается. А было бы прикольно, если бы что-нибудь как-то вокруг этого навернули, какую-нибудь проверочку. Ну да. Слишком типа простой WordPress в этом отношении. Чтобы можно было откатиться легко. Хотя бы да, чтобы try catch какой-то был, чтобы вот, ну можно было типа, вот вы стопудово хотите там изменить, возможно у вас там что-нибудь будет говно. Ну, опять же, это... Хотя вот слушай, сколько вот я не смотрел какие-то community срезы, да, там на блогах, где-то, никто об этом ни разу не говорил, что вот это неудобно. Поэтому я думаю делать это будут вещи в последнюю очередь. Если вообще будут. Getting locked out of WordPress Wanda Passport Reset doesn't work. Ага. Если сброс пароля не работает, то вы не можете никуда зайти, приходится в PHP My Admin. Ну, как я и сказал, в базочку. Да, 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 да. Ну, слушайте. Не, ну ты понимаешь, что как бы такие проблемы возникают, мне кажется, во всех разных системах. Какие проблемы возникают, если руки кривые? Хотя я такое неоднократно делал. Нет, такое было. Причем именно так. Я тоже писал пароль, конвертировал в MD5. Да, и туда вставлял. Ну, тут хоп, сразу можно подписаться. Угу. Медленная подгрузка изображений из-за того, что есть ресайзинг. Но, опять же, если вы коряво используете, есть ADD Image Size, такая функция, которая может добавлять несколько размеров в одно изображение. WordPress при заливке будет их кропать во все форматы, которые вам нужны, и вы будете использовать те форматы, которые вам надо именно. Угу. Плюс сейчас есть плагин WordPress Responsive Images, про который будет отдельный обзор, в который тоже помогает с этим как-то жить. И здесь, опять же, у них статья, как оптимизировать картинки в WordPress. Я так понимаю, они эту статью написали в основном, чтобы это, перелинковочка была. Ну да. То, что Facebook некорректно подгружает картинку из вашего поста. Ё-моё. Вот если вы пользуетесь нормальной OpenGraph-разметкой, все у вас будет хорошо. Ребят. Кстати, здесь Facebook старый логотип. Да. Помнишь, что у них сейчас а-то это? У них шрифтик там маленько поменялся. Go ahead and fix those thumbs. Иди типа пофиксите свои миниатюрки. Вот, а вы, чуваки, свои пофиксите. Thames of plugins that look great. Короче говоря, темы и плагины, которые круто работают на десктопе, охреново на мобиль, но это уже вообще из пальца высосано. Ну нет, движ под конец, они уже как-то они уже что-то все, да, потому что тут как обычно, хорошие люблю, нехорошие не люблю плагины. Вот тут нехорошие не надо. Ой, господи. Во-о-о, вот это да, вот за это голосую, что форматирование между, когда переключаешься между визуальным редактором и текстовым, постоянно прыгает. Это плохо. Это полное говно, согласен. Вот за это прям обеими руками есть, конечно же, всякие TinyMCE, которые там Advanced и так далее, которые помогают вам изменить ваш experience работы с редакторами. То есть вот здесь есть ссылки на эти плагины. Но, да, если когда ваш клиент нихрена не разбирается, вдруг нажмет текстовый редактор потом визуальный или наоборот, или вы еще, не дай бог, там что-нибудь накостылили, то все будет рушиться, поэтому вот так вот. Вообще, да, кстати, я уже сказал, смотрите обзор на WordPress 4.3. И там же мы поговорили о том, что нас ждет в WordPress 4.4. И вот на фоне тех, как сказать, недовольств, которые мы только что прочитали, здесь вот есть REST API, Fills API. Потому что, если вдруг вы... Чем хорош REST API, админка? Тем, что, если у вас в самом WordPress что-нибудь коряло, тут дашборд хотя бы подключится и просто напишет, что не удалось подключиться или так далее. То есть по REST тут дойдет всегда запрос. Если у вас вдруг PHP-шка какая-то на самом WordPress отвалилась, вы тут сможете связаться с базой данных и получить инфу. Частично это решает эту проблему. А RIGA Responsive Images помогает с картинками. То есть здесь перекликается. Но я более подробно, хотя не знаю насчет подробностей, на этом посте остановился как раз в обзоре 4.3. Ну и последнее, скажи, Никита, что нас ждет через неделю? Как минимум. Мы не знаем, какие темы будут еще, но вот это будет... Нас ждет как минимум предварительный обзор, что же будет все-таки на Великой конференции 9 сентября на Эпловской. Эпловской. Да. Эпловской. И мы же все по-любому ждем новую трубку, которую вы видите, которая будет с двумя экранами, тремя симками и... Амулет. Да, и амулет дисплеем. То есть Samsung новый. Да, да, да. Размером 17 диагональю. Короче говоря, ждем мы сильно просто что-нибудь прикольного. Я уже даже не знаю, что от них ждать, они уже все сделали. И тем не менее... Apple Music бесплатный. Смотри. Нет. Я думаю, что iPhone 6s как минимум. Вот видишь что-то про Apple TV? То есть сам MacRumors нам тегами намекает. И iOS 9 релиз. Ну, это, собственно... Это да, это да. Может быть какое-нибудь новое маковское железо, потому что как-то маловато, а про Apple TV не факт. Ну, я думаю, что через неделю будет уже седьмое число. Уже велосоком покажет, как будет выглядеть сейчас 6s. Это само собой он закажет китайское говно за 10 долларов, как будет выглядеть, потому что с фабрики украли какой-нибудь там прототип. Но он бы уже это сделал. Обычно слухи раньше как-то распространяются. Тут или будет такой тухляк, или они научились секреты держать. Расстреляли парочку людей. Те, кто бухает с трубками, знаешь, классические. Хотя, я до сих пор думаю, что это был вирус подстава. Подстава была, да. Поэтому в следующей неделе будем обозревать более подробно слухи, а еще через неделю, то есть через две, уже непосредственно последствия этой конференции. Уже купим трубки си. Сколько кончат? Еще бы. Несмотря на то, что продажи, как обычно, в конце октября откроются, но мы уже возьмем. Несмотря на то, что курс долларов 60 рублей. Если бы 60. Уже, да? Не будем. Хотя, ладно, я некомпетентен в этих вопросах, но, по-моему, уже 60 с хреном. Потому что евро уже 73, опять там 74. Не будем о грустном, а будем о хорошем. То есть, о том, чтобы вы подписывались на нас в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, как минимум. На Ютюбе ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал, если вдруг вы случайно зашли и дослушали до конца. Если про Рашавина хотели узнать. И думали, что хотя бы здесь мы про него скажем. Кстати, Никита, как тебе обойка? Блин, ты знаешь, вот как-то ты из всех, которые ты выбирал, там листал, это вот минимум, здесь минимум изображения, которое есть. Там обычно всякие девочки бежали, а тут умиротворение. Знаешь, чем она мне понравилась? Вот видишь, сверху провода. Тут недалеко электроцентраль. И типа, ты едешь такой по дороге, вышел, посмотреть. посмотреть в поле. Да. И под вечер, чтобы другие не видели, как ты смотришь в поле. Ну да. И хорошо так, с такой выдержкой сфотографировал. Прикольно. Круто, да. Это, кстати, для тех чуваков, которые познали, что такое конкуренция по экспириенсу, а не по фичам. И после этого познания они вот так в поле выходят и говорят, блин, как хорошо. Вот он, настоящий экспириенс. Нахрен ваши эти веб-браузеры. Пойдемте лучше на улицу. На этой оптимистичной ноте будем заканчивать. Удачи на всем дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok